вот так оп и вот так вот лег и кайфую ебать кайфово в доме я вот так вот кайфую на пока ты там дрочишь в чате я в любой моменту подошел вещички нацепил бэнк бэнк я кайфую понимаешь а у тебя что мамина квартира однокомнатная он не арендный я не плачу то есть в конце месяца не произойдет такая ситуация что вот так вот сижу на стуле и в эту дверь зайдет какой-то дядька и такой николай арендная плата за месяц или пошел находит сюда быстро такого не будет потому что это мой дом никто не зайдет не скажет мне про какую-то арендную плату про какую-то еще хуйню потому что это мой дом ты понимаешь я не плачу каждый месяц дяди чтобы тут находиться хоть и деревянный но мой понимаешь вот и не пизди мне в чат по какой у меня хуевый дом и что я живу на чердаке ты бы за этот чердак дал бы мне жопу свою на отъеб я уверен последние месяца 4 где-то 5 я начал очень жестко посвящать свое время в крипту вот я осознал в один момент что на самом деле именно по деньгам по доходности блогерство где-то здесь блогерство стримерство где-то здесь а крипта где-то здесь на крипте можно заработать намного больше чем в блогерстве я это осознал даже если топ-1 блогер если ты сука разбираешься в крипте шок гений ты в любом случае будешь делать больше нахуй бабок объясняю зашел во фьючерсы нет никакого хомяка я не тыкаю блума не тыка у меня другая тема у меня две-три разные темы по которым я двигаюсь двигаюсь крипте я просто пока еще много денег потерял ну на изучении крипты я потерял достаточно много денег это тяжелый трудоемкий процесс но сейчас я хочу похвастаться с вам иксами и никакая не реклама клянусь это не реклама я просто рассказываю про себя никаких ссылок не будет ничего такого даже баннер этот уменьшу сейчас в два раза чтобы вы даже не подумали что это как-то связано с этой хуйней я баннер почему даже не подумали что это с этой хуйни связана это я просто про себя рассказываю я зашел во фьючерс я зашел вчера во фьючерс сейчас я держу у меня вот такая хуйня смотрите прямо сейчас я держу не продаю бля пожалуйста зафиксируй зацените нот плюс 250 процентов шорт и turbo long поставил плюс 60 процентов у меня все зеленые я просто начал изучать фьючерсы я до сих пор держу мне кажется я на фьючерсах сколочу миллионы если честно я тупо сколочу миллионы на этой хуйни я хочу двигаться дальше в это направление крипты и я буду я буду ебашить по крипте шо ёбнутый я буду ебашить по крипте шо ёбнутый тип и если у меня пойдут корочью объясняя если у меня пойдут нормальные доходы скрипты реально нормальные бабки пойдут то я начну вам блять как инфо цыгань ебучей рассказывать как зарабатывать на крипте реально но при этом я буду не просто пиздеть а показывать все реально показывать с пруфами вот я заработал вот я проебал вот тут вот то есть я бы все будет с пруфами все будет по-человечески они по инфоquinho Ганский, что я просто напиздел воздух, бля, и все. Нет, все будет, блядь, по делу. Четко, по делу и по сути. Вот, вот, я, короче, хочу чуть-чуть, нахуй, по крипте подняться и начать делать вид, что я умный, дохуя, в интернете. Продавать какие-то курсы свои по крипте и прочее. Вот. Пока что я вам показал, что у меня сейчас есть тиксы на фьючах. Когда я их выведу, я, блядь, покажу. Ну, я вам говорю, то есть, если вы хотите крутиться в крипте, может, как-то я даже вам помогу зарабатывать бабки вместе со мной. Не, ну, без шуток, смотрите. Не, смотрите, без шуток, касательно бабок. Представьте, у вас лежит, ебаных, блядь, 80 долларов. 100. 100 долларов у вас лежит, да? Вы не знаете, что с ними делать. Пойти, блядь, в кино на эти деньги? Пойти подрочить на эти деньги? Покушать в заведении? Зачем? Зайди по моему сигналу во фьючерс, ебаный в рот, на нот, шорт, как я. Зайди по моему сигналу и получи плюс 250% к этим деньгам. Не, ну, реально, можно же просто зайти по моему сигналу, вот как я говорю, куда заходить и что делать, и просто заработать денег. И это не скам, это не казино. Это не рефералка. Это не рефералка. Это я не говорю вам, давайте зайдите в казино по моей ревке, и, блядь, повезет, не повезет, монетка 50 на 50, блядь. Это, это нахуй не оно. Это не оно, это правда, блядь. Это, сука, это не рандом. Это реальная, это реальная тема. Просто я еще достаточно зелененький, но я двигаюсь, 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 двигаюсь уверенно. По крипте и по боксу. Пух, 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 пух. У нас скоро с Мафаней бой в июне. Мы пока не можем организовать бой, потому что он забанен. Но я думаю, я его наебашу очень знатно, блядь. Я ему просто... Я ему очень хорошо всажу. Я ему прям реально нахуярю знатно. Фу, блядь. Можно купить твою сперму? Нет, нельзя купить мою сперму. Следующий вопрос. Я поставлю за тебя свечку в церкви перед боем. Не нужно. Куколянчик, как думаешь, счастья в бабках? Счастья в бабках вообще нет. Абсолютно нет. Посмотри на Мелстроя. Я видел тиктоки сегодняшний с Мелом. Чувак просто говорит, что его выселяют из отеля. Он в долгах на три ляма долларов. Он абсолютно несчастлив. Он бухает с утра до вечера. Он в полном дерьме, блядь, торчит кому-то постоянно бабки и прочая хуйня. Извините меня, человек в день зарабатывал по полтора миллиона долларов. По полтора миллиона долларов в день. Ну и что? Он выглядит счастливым, честно. Он выглядит такой, преисполненный духом, с улыбкой, обожает эту жизнь. Нет. Он не выглядит счастливым. Понимаешь теперь, что счастье не в деньгах? Достаточно взглянуть на типа, у которого их дохуя, и увидеть, что он нифига не счастлив в каждый день своей жизни. Сколько бы, блядь, крабов он не съел. Сколько бы лобстеров он нахуй сегодня не поужинал. И на какой дорогой машине бы он не проехался. Почему-то не это делает человека счастливым. А что-то другое. Что-то вот здесь. Внутреннее. Слимейн, блядь, ты бы смотрел стрим сначала. Вот ты мне пишешь, даешь советы, ты бы смотрел стрим сначала, ебаный дурак. Я уже наговорил в три короба про крипту. Я уже показал свои иксы с лонгами. Я уже показал свои иксы. То есть все нормально. Коля, когда в Москву? Нет, я в Москву не собираюсь, спасибо. Хату подешевле снял. Я не снял хату, я купил. Это купленный дом, блядь, мой. Мой личный купленный двухэтажный дом. Да, из дерева, но это мой дом. Я не снимал хату. Ебанулся, что ли? Сколько сантиметров член? Окей. Какой лонг? Ты про шорты говорил. Ты дебил, я говорю в принципе про фьючерсы. Это лонги и шорты. Какие шорты? Шортсы. Ладно, все. У кого избушку откатил? Какая избушка? Блядь, какая избушка? Это мой дом. У меня, блядь, ты что, не видишь, что я сижу стримлю здесь? Что у меня техника здесь вся стоит? Это мой дом. Коля, прям сейчас кидаю на карту лям, и ты едешь ко мне в Москву. У тебя нет ляма, и я бы не поехал в Москву ни за какие деньги в этом мире. Да, да, я видел, что у меня иксы страшные. Снимаем, все нормально. Коль, была инфа насчет того, что ты обратно в шпану войдешь? Нет, не войду в шпану. То есть, я наебашу Мафани, и все. И на этом, ну, шпана, просто ее карьера, ее... Ну, этот схват закончится на этом моменте. Я поставлю такую точку. Бэм. То есть, я создал шпану, и я ее закончу. Бэм. Вот такой вот хуйня. Мафаня пропустит ровно вот такую, я вам говорю. То есть, я буду его греть, джебами, джебами греть, уходить, уходить, и одну дам. Тоже хочу в крипту залететь. Как думаешь, чему обучаться и как? Смотри, логик. Объясняю. Я залетел в крипту уже как полгода. Я проебал намного больше, чем заработал. Я намного... Я проебал, наверное, тысячи четыре долларов, изучая крипту. А заработал, ну, дай бог, шестьсот долларов. Понял? Изучать крипту, это, ну, типа, постоянно пробовать, обсираться, понимать, в чем обсер. Это постоянно кушать это говно. Постоянно. Тебе советую, если ты новичок, если у тебя нету дохуя денег, бля. Ну, чтобы вот так вот позволять себе ошибаться и тем самым учиться на ошибках, если ты себе не можешь позволить такой метод изучения, то самая пиздатое будет реагировать, ну, то есть делать то, что я говорю. То есть я думаю, я заведу телегу по крипте и буду просто говорить. Смотрите, показывайте. Я делаю вот так и вот так. Хотите? Блядь, повторите за мной. Не хотите, не повторяйте за мной. Понимаешь, в чем я говорю? То есть я буду сигналы давать. Думаю, в своей ТГ приватной просто. Не как лайк, макс, макс бетов. Так заведи прям сейчас. Прям сейчас еще хуйня, мне еще нечем похвастаться в крипте. Я заработал вот сейчас у меня большие иксы с фьючерсов. Ну, пока хуйня. Я думаю, завтра еще что-то у меня иксанется. Я думаю, вот-вот сразу начинаю делать. То есть когда ты начинаешь это делать, ну, тебе же должно быть чем похвастаться, ебаный в рот. Ну, тебе же должны быть пруфы, а не просто ты пиздишь, да? То есть должны быть пруфы. Коля, значит, ты у бобров спиздил хату. Каких бобров я спиздил хату? Это мой дом, я его строил. Лично. Ммм, блядь. В какой стране дом? Молдова? Не коглай. Мафаня подожгет твою избушку. Да, блядь. У него у самого избушка слетит. Ты его сам строил? Ну, я деньги выделял на строительство. Понятно, что я не сам, блядь, ставил этот паркет, блядь, красил этот потолок и все. Понятно, что я не сам это делал. Я просто дал на это деньги. Это значит, что я это сделал. Что с правами у тебя, Николай? Блядь, не получилось у меня. Я не могу, я не могу получить права. Вот я не могу по-честному получить права. Я пытался договориться. Говорил дом, давайте я дам вам деньги, блядь, а вы мне дадите права. И мне говорят, да ты не коглай, ты че гонишь, блядь. Сразу спалят и меня, блядь, посадят в тюрьму. Нет, сам своими силами. Я попробовал своими силами, у меня не получилось. Теория у меня не получается. Практика у меня идеальна просто. На практике я езжу, шо бог. Мне вот инструктор говорит, ты просто бог. Я лучше тебя, водителей, не видел. Но вот теория, это говно. Ладно, Коль, спасибо за совет и создавай канал побыстрее удачного стрима, братишка. Я создам, я тебе говорю, логик, просто следи. Объясняю. Я тебе буду давать сигнал. Я буду просто показывать. Я вложил свои деньги, такую-то сумму сюда. Если ты хочешь, просто повтори за мной. Я тебе показал, как я сделал. Просто повтори. И если мы плюсанёмся, если выйдет в плюс, значит я заработаю, ты заработаешь. Если выйдет в минус, то я проебу деньги, ты проебёшь деньги. Так ты ещё и коммент напишешь, что я гондон. Понимаешь? Поэтому мне невыгодно. Бэм-бэм-бэм-бэм. Слимейн, что ты несёшь? Кого взломали. А, да, телега, Слимейн. Телега твоя реально удалилась. Слимейн, чё за хуйня? У тебя телега реально удалилась. Слимейн. У меня тип на стриме, донатер, сидит. У тебя удалился аккаунт, бро. У тебя удалился аккаунт, у тебя больше нет в телеге. Чё за хуйня? Ты чё, долбоёб? Ты скачал майнер какой-то на комп или что? Мы просто только что донатера моего взломали и удалили мой аккаунт. Ты потерял свой акк только что в телеге. Что ты ещё потерял, Слимейн? У меня М-рабочий акк удалился. Что, он сам удалился? Он не мог сам удалиться. Что ты несёшь, голова? Оля, как из РФ тебе донатить? Ну, попробуй через дастрим. Если нельзя, то нельзя. Короче, я вам так скажу. Я буду снимать, думаю, ролик на YouTube завтра по крипте. Вот мне стала интересна крипто тема. Хочу по ней двигаться. Я просто ещё особо не лезу, потому что, реально, пока ещё я не профессионал. Я среднячок. Я такой лёгкий среднячок. Поэтому пока что я особо не рыпаюсь. Но скоро, блядь, я думаю, я расту в знаниях очень быстро. Очень быстро. Коля, за сколько денег прямо сейчас готов после стрима встретиться со мной в Макдональдсе? Давай за 400 долларов. Я просто после стрима ебашу к тебе в Макдональдс, блядь, куда хочешь. И всё, и решаем вопрос. За 400 баксов. Слимейн пишет. Блядь, пиздец, я всё потерял. Ты потерял только свой телеграмм, Слимейн. Но тебя взломали и удалили телеграмм. Я не знаю, что ты сделал. Ты скачал майнер. Ты скачал какую-то хуйню. Тебя просто кто-то объебал. Ну, в смысле, всё, потерял. У тебя забрали все деньги или что? Что с тобой? Бля, мне так жалко Слимейна. У меня 2 ТГ, оба потерял. Какой нахуй ты майнер себе скачал какой-то? Ну, нахуй ты их потерял, блядь. Не повезло, конечно. Майнер не взламывает ТГ, он нагружает видеокарту. Ну, и это я условно, что вскачал какие-то вирусы троянского коня. Это я условно говорю. Теорию на права подтягивай. Да ты что? Спасибо, блядь. Я не знал, что нужно подтянуть теорию на права. Коля. Коля, твоя реклама стримертон оказалась. Закинул туда тысячи долларов, уже 6 дней деньги не приходят и админарит. Стримертон наебал. Это вот этот баннер, который у меня стоит, и то, что под стримом. Просто я, если сказать максимально честно, сам туда не закидывал деньги. Мне просто взяли рекламу, я их просто пропиарил. Не, ну если это скам, ну, типа, и ты мне сейчас можешь написать ТГ с пруфами, что ты закинул деньги, что тебе кто-то не отдает, то я прямо сейчас могу поснимать баннеры и кинуть рекламодателя на бабло своего. Если он тебя кинул, моего зрителя, то я нахуй его кинул в ответ рекламодателю, и он потеряет намного больше, чем с тебя заработал. Но это нужно пруфануть, что он тебя кинул. Понимаешь, я же не поверю, блядь, просто словам в донате. Поэтому, если хочешь, можешь сейчас задонатить мне 2 доллара и написать свой ТГ. Я тебе напишу, ты мне предоставляешь все пруфы, что ты заливал туда деньги, что тебя кинули, и если так и оказывается, то я кину рекламодателя на бабки. Больше, чем он кинул тебя. Если хочешь. Если хочешь. Что с Трилпилом? Ну, Трилпил по сей день не торчит, лям. Или даже полтора. С Трилпилом нет-нет, будем, блядь, запугивать. Сюда пусть пришлет, на Энтри Каглай. Пришли на Энтри Каглай, слышишь? На телегу мою, которая под стримом указана, Энтри Каглай. Вот туда пришли пруфы, что тебя кинули на деньги. Слышишь, вот у меня есть рабочая для рекламодателей, для связи, там работают мои менеджера. Пришли туда пруфы, если это все подтвердится, то, ну, блядь. Будем еб... Буду ебашить их, блядь. Будет Дота сегодня. Если захотите, да. Если сейчас я устрою опрос, и вы захотите Доту, я разъебу знатно. Бля, вы бы знали, какую катку я вчера сыграл на Аксе. 40-0, когда вся моя команда дохнет. Я один в пять играл. Вы никогда в жизни не видели такой игры. Я просто один против всей карты. Один, один, единственный против всех. Ты всю жизнь собираешься прожить на своей родине, Коля? Ну как, ну я собираюсь уезжать куда-то по странам, путешествовать, конечно. Но в основном базироваться буду на своей родине, Молдовы. Молдова. Погнали в шахматы катку. Ну, в шахматы на бабки в основном ебашь. Реплей покажи. Да когда будем, если зайдем в Доту, будем встретить, я вам покажу катку. Пока будем игру искать. Короче, давайте голосование. Тик-ток, Дота. Никоглай, я очень рад, что ты додумался убрать ограничения. Я не знал, блядь, как его убрать. Мне твич его автоматически поставил, я не знал, как его убрать. Короче, давайте голосование. Тик-ток или Дота. Поехали. Модеры, запускайте голосование. Голосование. Дайте я даже поставлю трек.